приветик всем мне так скучненько стал весь крутейшая подставка же правда мне же подарили подставку которая где у меня скорее всего ванной сейчас мы найдем есть крутая подставка с которой можно с которой можно сейчас я оставлю дверь открывается какой там купе как дела мои курочки как мне вас называть кстати давать подставка это было а сейчас ее нету и здесь это уже нету а где-то она у меня была елочку вчера купили нарядили железочка наряжала моя подставка а вот она нашла курочки мои сладкие мои девочки мальчики как мне у как мы вас называть нежно и ласково дайте решим раз и навсегда как я должна вас называть чтобы вы не чтобы вы чувствовали что вы дороги мне мои дорогие мои хорошие мои сладкие мои котики мои курочки давайте голосовать персики персики звучит немножко крошки да еще что вариантики мои детки мои детки мамочка взрослый банято прикольно вы банято так зайки да ну зайка кстати это самое вот нелюбимое потому что на какую-то все настолько уже прям переизвращенное слово зайчики вы пишите пишите я сейчас смотрю хочу каши сварить так лапулечки феодося зай ой господи только не зай пупсики зайки зайки так дальше только не зайки пожалуйста прошу давайте еще раз еще варианты да почему вопросы подождите ну так и не прошла ваша давайте еще раз какие варианты варианты и сюда в студию привет привет вот сейчас нас не так много иностранцев и не так много этих блинных смайликов что за варианты а кто только что присоединился сейчас к моему разговору я предлагала варианты какими вариантами я могу вас называть когда а я все равно обращаюсь к вам и все как я вас называю котики да я вас называю вот пытались персики кто-то хочет пытались понять каким образом я должна вас называть чтобы всем было приятно и чтобы ну как бы кошечка перышки будете себя чувствовать легкими все согласны на перышки перышки muchas gracias espinoza muchas gracias mi amor масечки кстати ну да масечки это больше я помню ксюха бородина все время мася масяня она всех называла так ну это не моя немножко история красавчики да чебурашки у чебурашки мне нравится а ребятушки ребятушки ну как-то по детскому да но с другой стороны почему нет я бы знаете что хотел еще ладно давайте я вас буду называть мои любимые драгоценные баниты пупсики сердечки так так где соль здесь в мои драгоценные вот как-то как-то тянется больше сказать мои драгоценные мои хорошие мои милые или вам все равно банди а как удобнее мне любимые вас люблю но я кстати вы всегда называла любимые драгоценные мои хорошие ладно проедем этот вариант я поняла а джермании руки красоты хотите я знаете что подумала сейчас я снова вводы когда буду я тут для вас но я думаю что после того после нового года когда сейчас закончатся праздники я сделаю для вас я сделаю для вас лайфхаки на ютюбе это очень крутая штука потому что у меня это подумал на столько лайфхаков которым я могу поделиться которые действительно важны и нужны и бьюти сегменте и так далее и тому подобное поэтому буду делать некие лайфхаки для вас что я делал со своим лицом но сейчас ничего не делать своим лицом здесь стою без макияжа вся как есть вот прической раз такой без фильтров вся как вот как говорится какая есть но могу сказать давайте определимся 1 какой возраст у нас здесь возраст какой доминирует больше такс возраст прошу озвучить в студию ваш 30 11 26 24 29 25 21 36 то есть 3 возраст получается где-то 30 30 лет 27 31 так как где дети я не поняла не в школе что ли почему нет 17 16 15 ёбарасы ты так окей 20 ну хороший возраст в основном средний 30 лет получается 101 6 45 32 окей я поняла значит это уже все таки возрастные такие вопросы да больше про возрастные изменения будут больше вопросы ну я когда вижу допустим что у меня у меня думаю вы мне поможете кашу смотреть а в итоге с вами еще хуже сделал чем чем обычно я вижу когда свои допустим возрастные изменения начинают значит на лице отражаться висячие вот эти вот брылья не знаю там морщины под глазами ботокса у меня нет вот вы можете увидеть я ботокс не колю у меня вся мимика подвижная абсолютно вся но ботокс они к ну почему потому что я когда пробовала не все умеют делать ботокс потом так опускаются лицо так опускаются брови опускаются глаза поэтому ботокс это такая прям вот я хочу попробовать у сами на сделать то что он делать какой там по каким-то там не знаю точкам ботокс попробуем но я бы им не советовала прям увлекаться пока еще рано допустим было даже не знаю там 40 с чем-то лет потому что заколоть ботокс 20 лет ума не надо и 25 тоже ума не надо но мышцы молодые 20-25 и они начинают просто умирать отмирать и я не знаю насколько это правда но я слышал я слышала что те люди которые злоупотребляют ботоксом насколько правда я не знаю что якобы при вскрытии когда их мышцы смотрят вот те кто прямо дышит коля два раза в год ботокс но он стоп без выходных мышцы как вот этот как труха но якобы я вот слышала не знаю я короче хочу сказать следующее что наверно лучше отодвигать пару до той поры пока ты можешь пользоваться инъекциями ботокса который будет спасать тебя от морщин на самый дальний срок то что что лучше всего ну наверное все таки лучше всего делать упражнения что я и делаю одни упражнения для того чтобы каркас держался в мышцы что были другие упражнения для того чтобы речевой аппарат тоже был очень такой правильно развит моя ученица говорит так вот если хотите кстати у меня очень круто педагог если я занимаюсь когда по скайпу может быть какой-то из дней я сделаю прямой эфир для вас чтобы вы видели как мы занимаемся по сути у нее наверно одна из самых сильных школ наталья козелкова может быть вы слышали про нее но она очень крутая вот поэтому может быть такие чуть-чуть вам давать ну а тогда для молодежи хорошо у нас же тоже есть детки здесь которые ночью вот там почти 3000 человек вас смотрят что нету кому семнадцать восемнадцать двадцать ребятки есть кто кому семнадцать где мои восемнадцать лет для вас отдельная история мне кажется должна быть ну вот я думаю что в лайфхаках я как раз таки и дам упражнение десяти минутки десять минут на глаза восемнадцать есть ура есть все таки мои восемнадцать лет здесь круто шестнадцать даже есть у моей девочки сладенькие я думаю что десять минут на глаза десять минут на допустим на часть подбородок шея даже пять минут там упражнение легкие я тогда сделаю потому что я думаю что мне проще будет вас отправить сходите там на youtube посмотрите упражнения у меня уже записаны чтобы это по сто раз в эфире не обсуждать короче хочу я свой с нового года контент на ютюбе обновить просто надо понять под вас что было бы интересно я знаю что вам интересно бьюти конечно же вот но кашу маслом не испорьте сейчас мы будем масло добавлять кстати я вам хочу сказать что я я же поправлялась мне тут три года было три года ой два года я сидела на поправительной диете да наконец-то я поправилась вот сейчас я поняла что все уже не хочу больше добирать вес хочу держать его в районе 50 он сейчас 55 завис кстати 55 килограмм лишь вот 55 а похудеть мне помогает знаете что кофе с утра я варю кофе я опять стала кофе пить я варю кофе ну в этом как он называется то в тулочке не не вот это эспресс-машина да эспрессо которую делает она даже капучино делает но мне не нравится то что она больше обезвлаживает обезвлаживает а я делаю такой кофе допустим в бразилии или что нибудь варю его две с половиной больших столовой ложки на стакан вот такой получается довольно-таки крепкий горький выпиваю кофе и я не хочу есть потом ну то есть я вот полдня могу вообще не есть даже забываю про это таким образом можно немножко как бы вот себя весовой чуть-чуть управлять им так я хочу есть поэтому я сварила кашу мне сейчас нужно в масло в кашу вот ну а для молоденьких как я говорила уже мы тоже конечно молоденькие в 28 ну когда тебе 18 я думаю что мы можем сделать прикольный и дальше какой вариант некоторые челленджи я буду придал придумывать челлендж для вас ну челлендж слова все уже выучили наверное да на английском это значит преодоление вот ну то есть челлендж нормально хотел масло положить шкаф да все хорошо с головой все хорошо челлендж это то что нужно скажем перечип проходить через преодоление вот какие челленджи мы можем придумать давайте подумаем ну какие такие прикольные интересные я придумаю я думаю что челлендж нужно делать не такой как вот ну типа облей себя водой ну и хрень какая-то ну подумай что облился водой что ты с этого взял да ничего а челлендж допустим неделю неделю я делаю что-то вот что обычно я не делаю ну к примеру хожу с прямой спиной и всех предупреждаю своих друзей своих близких и родных если я сутулись бейте меня по спине хоп допустим и вот делаем такой челлендж ходим неделю ступо со спиной с прямой к примеру это я говорю это просто вот пример который пришел сейчас первый в голову и вот таким образом мы можем чему-то научиться и поделиться потом своими результатами так что от вас тоже жду идеи пока я буду есть вы мне пришлите какие идеи вы думаете для челленджа могут подойти для аудитории 18-25 ну ладно 16-25 даже можно 13-25 жду какие ваши мысли допустим к примеру ходить с хорошим настроением да мы с Анжелиной играем в такую игру улыбка называется то есть мы должны улыбаться неважно что мы делаем мы улыбаемся с ней и друг за другом следим и допустим я смотрю Анжелина улыбается и все она проиграла а нет мы снова начинаем и и снова начинаем и кто выиграл тот выиграл тот что-нибудь получает вот потому что Анжелишка у меня серьезная довольно таки у нее чувство юмора очень хорошее но она серьезная девочка сама по себе вот такой вот у нее типаж и мне хочется видеть ее больше силы когда я ее начинаю сфотографировать она вот так делает я говорю ну а что ты улыбку не сделаешь так красивее когда такое лицо у меня и у нее сделать такое лицо сейчас я вам покажу фотку что я имею ввиду мальча мурашка мальча мурашка как будто она такая серьезная такая редко улыбается и она вот начинает у нее вот такое вот лицо должно быть так ей больше нравится мальчик мальчик я называю пути рынки чуть не подавелся я думаю смотрите знаете как я думаю знаете как классно будет делать какой челлендж допустим неделю я принцессу ну к примеру прикольная штука допустим я вот неделя должна представим что я вот живу жизнью принцессы. Это что мне нужно делать? Это мне с утра нужно на завтрак уже прийти, уже всё, должна быть готовенько. Значит, ноготочки у меня там пальчики я держу вот так, ноготочки только светлым лаком. Только туфельки и платьица, не знаю, вот такого-то, какой-то расцветочки, допустим, к примеру, да? Может быть, я через три дня скажу, да ну нафиг, блин, быть принцессой, это ужасно скучно и тяжело. А может быть, что-то понравится, чему-то научусь. Как вы считаете? Мне кажется, это будет круто. Но я сейчас готовлю один проект, готовлюсь к одному проекту, вот, поэтому очень много будет съёмок, поэтому я думаю, вот как раз таки в период, когда будут съёмки, это будет прикольно, можно взять и это всё в видео задокументировать, потом это всё смонтировать и поставить, допустим, вот, как один челлендж. Поэтому вы давайте мне тоже свои мысли, свои идеи. каша, кстати, на воде. Почему не отвечаешь на сообщение? Ну, я вот вас задаю вопрос вам. Кто-то пишет, давай ты будешь отвечать на наши вопросы. Ну, давайте. Где брать энергию? Сразу первый вопрос. Вышел сразу первый вопрос. Где брать энергию? Очень хороший вопрос. Очень-очень-очень-очень-очень-очень. Я сама совсем недавно столкнулась с тем, что я потерял свою энергию. Некоторые события произошли в жизни моей, которые привели к тому, что я вот как-то растратила себя и поняла, что потеряла немножко свою силу, которая всегда у меня была, всегда, скажем, такая была плотная энергия. Вот. И думаю так, что же произошло? А сама себе говорю, наблюдай за каждым шагом, потому что это сейчас поможет тебе, когда ты вернёшься в свою энергию, обратно, поможет тебе проследить сам процесс и понять, как вернуться. Потом это можно поделиться с людьми, дать это людям, вам, соответственно. Так вот. Я так понимаю, что люди, которые говорят вокруг какую-то хрень всё время, а вам, ой, у тебя не получится, ой, ты не сможешь, ой, да ты, зачем тебе это надо, ой, это тебе много денег не принесёт, ой, это не профессия, ой, это не то. Ну, понимаете, о чём я, да? Вот эти люди, это как, наверное, как клещи в каком-то роде, да, в каком-то, они начинают сосать вас, да, они начинают впускать свой яд в вашу, в вашу жизнь своими советами, которых никто не спрашивает. От таких людей нужно, от их советов нужно абстрагироваться, держаться подальше. Это в первую очередь, это сохранит вашу энергию, потому что только вы рождены особенным, уникальным человеком, и не важно, кто вы. Есть ли у вас руки, нет ли у вас рук, там, это вы всё равно уникальный человек, да? Это я к тому, чтобы каждый понимал, что вы все уникальны, все миллиарды людей, которые есть, каждый уникален. и если держаться и быть, держаться своей природы, быть этим уникальным человеком всегда, не подстраиваясь под вот эту вот, я не знаю, матрицу, которую нам предлагает общество, здесь будет ресурсное состояние, состояние энергии, в котором у вас есть всё. Эти клещи, которые будут вам говорить, вот у тебя не получится или что, они должны придавать вам сил. Есть люди, которые будут всегда, я раньше думала, как могут быть враги? Думаю, у меня врагов нет, да? Ну, как бы, потому что я, в принципе, всех люблю. Зачем мне враги? А потом я поняла со временем, что чем более успешным ты становишься, тем больше вот этих вот клещей, врагов, врагами, их не назовёшь, это слишком сильное слово для них, наверное, больше, наверное, клещи, кровопийцы или, ну, такие вот, скажем, инсект, да, наверное, их называют на английском, такие вот, скажем, я даже не хочу не обидеть, чтобы, да, ну, люди, которые существуют, не живут, а существуют, и, соответственно, вот эти существующие существа, не живя своей жизнью, начинают вмешиваться в чужую, потому что у них ресурсного состояния нет, энергетика у них своя слабая, с жизнью они своей недовольны, счастья в них нет, есть только зависть, деструктивная энергия, разрушающая, и они начинают подсасываться к тому, с которого вот идет это вот ресурсное состояние, состояние энергии, в котором прийти, можно попить, напиться, наесться этой энергетикой. Так вот, этих людей нужно полностью от себя абстрагировать, от них абстрагироваться, скорее, и быть этой личностью, которая уникальна, не похожа на других, которая говорит по-своему, думает по-своему, у которой есть внутри, как моя учительница по технике речи, но она не только технику речи, мы с ней все абсолютно оставим полностью, когда какой-то проект начинается, всегда работаем с ней, ставим полностью имидж и образ. И вот она говорит, есть люди с пионерским костром задницы в попе, да, это хорошее выражение, такие вот глаза горящие, когда ты вот этот пионер, все тебе нравится, все тебе хочется, вот, и, соответственно, вот это состояние, оно ресурсное, его нужно хоронить, к нему нужно возвращаться, и что произошло со мной? Когда я потеряла это состояние, я как-то вот дрифтовала, сама себе я говорила о том, что я не паникую, потому что иногда такое состояние, оно тоже нужно для того, чтобы что-то отсеять и осознать. Так вот, я начала, я вдохновилась, я просто вот нашла того, кто меня вдохновляет, посмотрела на этого человека, и энергия ко мне вернулась снова, и я снова захотела что-то делать. Кратко, если сказать, тремя словами, все то, что я сейчас уже вылила, это нужно быть собой, никого не слушать, и обязательно вдохновляться, и смотреть, и слушать тех, кто вас вдохновляет. Просто, если бы я сказала тремя словами, то, может быть, не так, это было бы емко. Вот, поэтому, так, моя каша остывает, теперь вы мне что-нибудь рассказываете. От бурят огромный бурятский привет, ха-ха. Между прочим, не смешно, бурятов обожаю, я же родилась из Байкали, там у нас бурятия рядом, буряты очень классные люди, поэтому большой привет от меня бурятам, любимым моим, я думаю, что у нас даже гены, скорее всего, у меня, пусть есть китайская кровь, но мне кажется, там и заместо, сами понимаете, азиаты у меня в крови. А если этот человек клещ, ее уже никуда не... А, мама, мама, ее никуда не денешь. Есть такое, есть мама клещи, и знаешь, что тут важно? Важно понимать, что мама не должна заниматься всю твою жизнь, мама не должна занимать все пространство, и я в чем имею в виду? В твоем сознании, конечно же, в жизни она должна быть и занимать как можно больше времени, но в твоем сознании, потому что, если ты, сколько тебе лет, человек взрослый, уже осознанный, да, мама всегда будет нас охранять, оберегать, они будут думать, что нам все угрожают, и мамы там нас пытаются от всего остерегать, но иногда нужно понимать, что вот маму нужно капсулировать в своем сознании, вот она дает определенный совет, она на тебя как-то воздействует, но это вот есть такая вот маленькая капсулка, в которой она сидит, но не полностью твое сознание занимает, у вас тоже есть клещ, ну, я думаю, что в моем обществе таких клещей нет осознанных, но людей, конечно, много, байкал, привет вам тоже, уехала я из-за Байкали когда-то, сейчас это уже был Забайкальский край, а сейчас это уже сейчас, как это называется, так похудеть, кофе без утра не есть, да, землячка ваша, да, Норвегия, привет, дом 2, дом 2, это пипец, сколько же в доме 2, когда же это иногда ко мне подходят и говорят, Вика, а девки красивые, просто вообще невероятные подходят такие, просто невеста и говорят, я выросла на ваших передачах, это все просто, и эту толчащую часть повторят, я думаю, боже мой, вот это да, что-то я не поняла, что за длинное сообщение, ничего не поняла, за гипнотический голос спасибо отдельное, мы сейчас с моим педагогом работаем над тем, чтобы добавить в мой голос верхние регистры, потому что мой голос, он такой, да, он такой успокаивающий, он какой-то, либо он все, какие-то темы, они все как-то через чур такую серьезность принимают, хочется такой вот более, о серьезных вещах говорить более легко, так что, так что, сколько вешу, 55, у нас время три часа, я первый, мой мил, это каша, на кубке легенд, ситуация, где стебо там наговорил всякого лишнего, за что он извинился, коломбия, коппи-паса, рост у меня 170, вес 55, блондинка лучше, с блондинками я завершила свои эксперименты, сори, ребят, извините, по поводу прямого эфира, что я сматерилась, я хочу, во-первых, извиниться, я не знала, что это прямой, вернее, я знала, что это прямой-прямой эфир, это, но я забыла об этом, и я думала, что у них минута задержится, но они как-то смогут это запикать, почему? Это была цитата из песни «Слов не выкинешь», конечно же, я никогда не буду ругаться осознанно в прямом эфире, хотя иногда я использую мат для, допустим, общения с близкими моими друзьями, иногда могу смочекнуться, но я считаю, что материться можно, но можно тогда, когда рядом есть те люди, которые поймут это, в обществе или петь песни, или стихи с матом, мне кажется, это перебор, потому что здесь все-таки аудитория может быть различная, вот, и это нехорошо, поэтому я извиняюсь дико, когда я сматерилась, я просто уж такая, Малахов такой, Вика, ты что, с ума сошла, мы в прямом эфире, и ты понимаешь, что мы в прямом эфире, вау, но с другой стороны, как было донести вот ту информацию, да, вот ты садишься в машину, а тебя называют петухом, слышь, петухи, я тут петухов возить не буду, но если серьезно говорить, да, сейчас, по поводу, а сейчас я бы начну говорить опять про эту ситуацию, что, мне кажется, из ребят сделали таких виновных, над которыми, это как сказать, по-русски, но я забываю, таких козлов отпущения, да, потому что была вот эта Багдасарова, которая гоняла, там были еще какие-то, которые, и все вот это вот так вот как-то накипело, в воздухе повисло, и никого вот до конца не наказали за вот эти все деяния, и хотелось вот, на них все это сорвалось, и на них так это все вышло, потому что, ребят, я лично знаю, и явно здесь нужно было вывести людей, чтобы вот так вот Саша как он подошел и грохнул стулом, но это надо знать Сашу, это невозможно, это надо просто вот действительно было назвать в присутствии женщин, девушек, его каким-то таким словом неприятным, за который он должен был просто взять себя и защищать. Ну ладно, не будем об этом действительно. Давай познакомимся, давай. меня зовут Виктория, от тебя. Буду себя гладить, когда буду кушать, хорошо. Я вообще вас обожаю, вы такие прикольные у меня, я не знаю, это просто, я вообще в восторге от своей аудитории. Она у меня уникальная, я считаю. Уникальная тем, что моя аудитория, если посмотреть Инстаграм, из 6 миллионов людей, у меня 70 процентов, 68 процентов женщины. Из них возраст 25-34, это такой вот довольно-таки с большим отрывом доминирующий возраст. Вот. И я, когда вижу вас в любой точке мира, мы с вами встречаемся, это приходят девочки, чтобы вы понимали. Во-первых, красоты безумные все, во-вторых, стильные, одетые, очень с иголочки опрятно, красиво, думающие, работающие, с детьми, невероятные, вот просто невероятные, и настолько приятно, ведь говорят, что подобное тянется к подобному, да, и это, ты понимаешь, что ты излучаешь, когда ты видишь такую аудиторию, которая к тебе приходит. Вот. Кошка умерла, это, конечно, вообще печалька, вообще. Я так думаю про то, что вот когда-нибудь придет момент, что мне нужно будет прощаться с Мурочкой, и, честно говоря, это правда печально. Я вчера посмотрела этот фильм, называется, мне друг прислал, Собачья жизнь. Прикольный фильм, кстати, советую посмотреть. К вам оно еще вернется, ваша кошечка, через других животных. Не печальтесь. такс, монако, 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 кто поет, не знаю, не знаю. Кажется, снова я не слышала, давно не слушала, но счастлива ли я? я действительно очень счастлива и благодарна этому. Как насчет, там пишет, зачем ты спала с мамаем, как мамаем в постели. Ребят, я, вы сами понимаете, я, конечно, могу понять состояние его жены, потому что мне показалось, что она довольно-таки депрессивный человек. Я даже пошла потом и говорят и пишут, говорят, что она все время ходит в одну и ту же одежду. Но это не к тому, это к тому, что человек очень депрессивно настроен. И я думаю, что можно понять, наверное, вот эту ситуацию переживания, когда твой муж не только в тюрьме еще оказался, что у него есть там девушка-любовница, и у вас встречается полгода и готова уйти из семьи. Ребят, я просто даже не знаю, я советовала своим адвокатам, стоит ли ее подтягивать за эти слова, потому что по-женски я ее понимаю, ей тяжело. Но Паша это настолько мне товарищ и друг, я, конечно, не обязана ни перед кем отчитываться и оправдываться, но очень жаль, что почему все пытаются всегда приписать мне каких-то мужчин. я не понимаю. Вот вы мне скажите, вот как друзья мы общаемся, почему всегда, если рядом со мной мужчина на фотографии засветился, или он со мной рядом прошел, значит, это мужчина с кем у меня обязательно что-то было. Почему? Почему все пытаются, еще знаете, что делать я узнала? Жены своих мужей, молодых парней блокируют с их страницы мою страницу в инстаграме, чтобы они не заходили на меня, не смотрели. Нормально вообще такая история? Я вообще никого не трогаю, мне чужие мужчины не нужны, у меня есть свои, вот, и маразм о том, что меня что-то связывает или связывало с Пашей, наверное, заключается в том, что человек сейчас переживает жесткий стресс. Вот, поэтому не нужно ко мне приписывать тех, кто ко мне отношения не имеет. Hello! Hi! Здравствуйте! Здравствуйте! Всем интересно, кто твоя вторая половина, потому что ты ее скрываешь. Скрываю, я... Я просто не понимаю, почему так интересует всех вторая половина. Ну, в чем прикол? Интересно. Так, к сестре диету для поправления. Диета для поправления это ужасная диета. Это паста в сливочном соусе, с креветками каждый день, с лобстером, с креветками. Это просто от ас. Поправление вам обеспечено. Это я вам обещаю. Не, про гимнастику лица и шеи это я буду делать эти, как они называются? лайфхаки. Лайфхаки. Да, отношения, видите, любят тишину. Это правда. Они любят тишину, и мне кажется, свои отношения нужно беречь. Тут уже есть такая прям схема разработанная стайки, стайки вот таких клещеподобных интернет существ, которые начинают, бегают и строчат всем письма, письма счастья я их называю, тем, с кем я общаюсь. И пишут им письма их родителям, их друзьям, близким, посылая обо мне там вот такое письмо и всякие там фотографии монтированные, не монтированные, настоящие, разные, все вместе в кучу о том, какая я сука, блядь, и проститутка. Ой, я сматерилась прямо в очередь. Простите, пожалуйста. Извините. А мы сидим и просто вот до смерти хохочем. И каждый раз мне люди присылают это и говорят, боже, как тебя любят, как тебя, насколько ты популярный. Это же надо просто сидеть и жить и делать это. Просто бедные люди. Жалко, жалко даже представить, какая никчемная у них жизнь. Да, извините, пожалуйста. Айзэлечка, моя дорогая, поздравляю тебя с открытием приложения. Это круто. Айзэлечка, моя девочка, прям тебя аплодирую за то, что ты такая умница, настоящая. Работаешь. Надеюсь, что в следующем году очень скоро и все смогут заказать. И мои вещи тоже у тебя через приложение. Айзэл, люблю тебя, моя красотка. Я еще себе не скачала, но уже поставила ссылочку. Обязательно посмотрю. Рубашка красивая. Рубашка Зара, кстати, я пошла купила, потому что я сейчас смотрю расцветки для своей линии одежды. Вот сейчас я открою заново. Ладно, открой чуть-чуть. Айзэл, скажу. Да, хорошо, Азель, будет круто, если сейчас мы сделаем это. Я сейчас весной запускаю впервые свою линию одежды, целую, любимая, которая будет не в коллаборации с другими брендами, с ними тоже будет, конечно же, но еще и свою, вот именно отдельно без всех свою линию, которая будет называться Victoria Bonnet Jeans. Поэтому я купила рубашку, чтобы посмотреть рисунок, какой рисунок. Мне кажется, этот мелковатый немножко такой, но хотя он тоже прикольный. Вот, поэтому я ее пошла, купила вот здесь две недели назад, посмотрела, мягкая, прикольная. Выбирала тоже рисунок. Что сказать вам наконец-то? цены какие будут? Цены будут, моя мечта, к которой я стремилась, цены будут, безусловно, доступными, потому что у меня есть люкс бренд, конечно же, у меня есть люкс линейка, но она не всем доступна. А мне бы хотелось, чтобы это было и люкс, и такая базовая коллекция с шикарным качеством и приемлемой ценой. Поэтому вот она, Виктория Боня джинс, будет как раз-таки с приемлемой ценой и шикарным качеством. Костюм просто супер, да, не ожидал, спасибо. Это вы купили, наверное, голубой, который у меня был, да, костюмчик такой, без замочка, который. Правда, качество шикарное. Вообще, все, кто покупает одежду, они понимают. Ну, смотрите, джинсы будут стоить не 2000, там некоторые джинсы будут стоить 4000 рублей, я считаю, что это отличная цена. Вот, ну вот, ребятки, вот сейчас просто вот ради прикола я встану, ну вот джинсы, они чуть меньше, чем 4000 стоят, да, вот допустим, на мне. Сейчас я покажу. Упс, вот, джинсы. Я показывала вчера в сторис. Ну, во-первых, цвет, это просто вот, блин, бомба. Обычный цвет, либо он фиолетовый уходит, либо он слишком синий, либо слишком голубой, и вот эти все, вот эти маленькие вот детали, они настолько важны. Варка, она должна быть, либо вот, ну, я люблю, чтобы вот так было, да, вот допустим. Эти джинсы называются Slim Mom, то есть это такая классическая модель, которую можно, ну, подо все просто, под белую футболку, под черную, не знаю, под водолазочку, с зимой, летом, не важно. То есть вот эти джинсы, это, видите, классика, они нерванные, они просто вот такие цельные. У них очень прикольные, я сделала, сейчас покажу, край, видите, он такой потертый, чуть-чуть, вот, то есть они очень прикольные, модно смотрятся, хорошая длина, правильная, если что, можно чуть-чуть подогнуть, и они прикольно сидят, то есть они не плющат попу, да, и они, видите, как бы попа смотрится, если джинсы одеваешь, как будто попы нет, не плющат попу, во-первых, вот, Виктория, Боня, джинсы, да, и, и вот здесь вот под попой тоже не собираются, то есть они очень круто сидят. Вот эту модель я искала, я ее делала, ну, как бы собирала, да, здесь очень важно, на каком расстоянии карманы, если карманы слишком далеко друг от друга, попа кажется сразу плоская, широкая, вот такая некрасивая, тут каждая деталь, она очень важна, поэтому, вот эти джинсы, совместно с Том Фар, я сделала, это мои джинсы, ну, то есть, как бы моя модель, Виктория Боня, бай Том Фар, а сейчас будут вещи, которые, ну, безусловно, с Том Фар, я еще буду сотрудничать, удобно по жопе быть, ой, мальчики мои, мои любимые, какие вы смешные, а сейчас я буду делать коллекцию, которая вот, вот франшиза как раз таки, вот Маньца, привет, дорогая, как раз таки франшиза будет по России, а эта коллекция будет, она будет более такая смелая, но базовая, то есть, получается, что если вот прийти, может быть, кстати, такой челлендж сделать, прикольная идея, прийти к одной девочке, допустим, где-нибудь в Сибири, которая живет очень скромно, да, студентка, и, скажем так, открыть ее шкаф, в котором у нее не так много вещей, но, как бы, есть какой-то базовый гардероб, в основном, что мы можем увидеть, потому что эти джинсы, где можно купить, эти джинсы стоят 4 тысячи рублей, по-моему, то есть, это недорогие джинсы, они очень крутые, правда, вот я говорю, крутые, потому что у меня, ну, у меня вот стопки джинсы, стопки, и в Сен-Лоран, Дольче Габбана, Гуччи, там, ну, всякие бренды, то квадратная, то такая, то здесь не то, то то не то, то что-то не там, то слишком низкий, то слишком высокий, то слишком длинный, то слишком короткий, понимаешь, а у нас, понимаете, мы в России, по сути, я изучала тоже, примерно среднестатистическую фигуру русской девочки, эта девочка нифига не 178, да, средний рост, это 168-170, это вот практически я, средняя у нас в большей степени, моя аудитория покупательницы, это размер XSS, соответственно, фигуры больше такие, ну, как бы квадратики, никого не обижаю, у меня у самой квадратики, абсолютно ничего в этом такого нет, но вот мы такие, если брать Америку, там у них вот это вот все, вот, у них вот это, у них вообще другая история, у нас вообще другая история, поэтому я смотрю, вот если бы я поехала к девочке, открыла бы ее гардероб, допустим, да, в Сибири где-нибудь, и вот, что бы я у нее увидела, я бы у нее увидела, какие-то там, цветные штаны, что-то такое, очень редко, когда ты увидишь прям белые, черные джинсы, ну, а лучше не белые, черные, если это база, черные и голубые, или темно-синие и голубые, это две пары джинс, которые можно вообще на все, нет, в Америке не квадратные, в Америке они такие, как гусенички, а у нас больше такие квадратненькие, девочки, ну, я опять же говорю, я сама квадратик, в этом ничего такого нет, просто нужно этот квадратик красиво так оформить, чтобы он подчеркивал нужные места и скрывал ненужные, поэтому, я бы этой девочке, допустим, дала одни джинсы, типа слимам, вот такие, которые можно надевать, с рубашкой, с футболкой, они очень круто будут смотреться, с жакетом сверху, с майкой летом, не знаю, там, в любом, то есть джинсы ты одел крутые, и ты всегда офигенно выглядишь, и получается, это база, вот я бы хотела сделать такую базу, которая была бы, допустим, прикольный свитер один, который можно одеть, там, на футболку, на рубашку, не знаю, которые там тоже и с юбкой можно одевать, и с леггинсами можно одевать, и с джинсами можно одевать, прикольный какой-нибудь костюм спортивный, джинсы, и какое-то одно платье, ну вот 4-5 вещей, которые ты можешь все время выглядеть по-разному, качество ткани будет шикарное, это я вот, для меня важно, вот я, я почему сейчас, как бы, это заняло очень много времени, 3 года я делаю одежду, да, 3 года, моя одежда продается, и продается очень хорошо, но только сейчас я решила сделать сама свою линию, почему, потому что я могла бы это сделать раньше, синтетики понаделать, такой дешевой ткани, швы бы там рассыпали, и ехали, но я не хочу, я хочу прийти к тому, что я могу вам дать качество, я вам могу дать прикольные, стильные вещи, то есть те, которые придумываю я сама, у меня нет вещей, которые там купила в Турции, лейбл свой нашила, и продаю как свой дизайн, нет, я против этого, мне кажется, это плагиат, но даже не то, что плагиат, дело не в этом, мы все друг у друга вдохновляемся, и сегодня уже сложно отличить, где плагиат, где нет, я бы взяла ту вещь, которая у меня в гардеробе нет, и я не могу ее найти, вот я так создаю свою коллекцию, думаю, блин, вот где вот это найти, ёпэ, рэсэ, тупо, цветное платье, ну, цветное, это значит, желтое, зеленое, красное, какого-то яркого оттенка, однотонное, прикольный сарафан, вот пойди найди, иди сходи найди в магазин, нету ничего, я обошла все, я помню, у ребенка у меня, когда в Лос-Анджелесе замечала день рождения, Анжелишкина, думаю, так, мне нужно какое-то платье, обычное хлопковое хочу, у нас пул партия было, да, мы там отмечали на бассейне, думаю, пойду, пошла, я во все магазины зашла, в Валентина, Гуччи, Диор, я в Праде нашла какое-то одно, единственное платье, такое губки, губки принт, хлопковое, простое, такое нормальное, все вещи, какие-то тяжелые, какие-то, слишком они, а сейчас зарастало просто, вот я захожу, это галимое качество, если раньше можно было что-то там прикольно взять, одеть, ну и как-то миксовать, то сейчас это уже невозможно, потому что стали такие ужасные, синтетика тупо, вот просто такое качество ужасное, вот, поэтому я делаю базовые вещи, доступные, качественные, и те, которые нельзя найти в магазине, не купишь, да, то есть те, которых не хватает иногда, думаешь, блин, вот эту юбку, вот такую вот короткую, но вот именно вот такую короткую, если она чуть длиннее, уже ноги короче кажутся, чуть она выше, уже попу видно, да, там торчат булки, а длина должна быть вот такая длина, чтобы она была идеальная, вы, девчонки, понимаете, о чем я говорю, правда? Или вот джинсы, допустим, одеваешь, попу расплющивает, как будто у тебя, я не знаю, там желе вместо попы, а попа должна выглядеть, вот, как тыквочка, правильно? Поэтому нужно такие джинсы сшить, чтобы они довольно-таки были плотные на талии, но при этом не приплющивали попу. Вот я наконец-то нашла это место, этих партнеров себе, которые могут мне это сделать, и вот сейчас я это делаю, поэтому любимые мои девочки, не стесняйтесь, можете прям смело будет, ну, весной приходить, мерить, смотреть, я сделаю все. У меня цель, у меня цель, даже я не думаю о деньгах, дело не в заработке, у меня цель немножко изменить имидж и образ российской девочки, которая ездит на общественном транспорте, потому что здесь нужно понимать, что вещи должны быть удобные, потому что, когда я была студенткой, и когда я ездила в метро, я понимаю, комфорт в первую очередь важен, тепло важно, и плюс ко всему, хочется выглядеть прикольненько и стильненько, и покупая вещь, нужно рассчитывать на то, что эту вещь можно будет надеть много раз, и она не будет мозолить глаз, и, ну, конечно, она может мозолить глаз, если у вас дофига вещей в гардеробе, вы уже можете покупать себе яркие вещи, вот, поэтому весь акцент на это. Я очень надеюсь, что вам понравится моя коллекция, которую я сейчас готовлю, я очень надеюсь, там будут платья, там будут костюмы спортивные, потом эти костюмы я меняю полностью, сейчас свои одежды в отдельные, потому что уже столько штамповали вот это вот моей одежды, которая с Анжелан была сшита, да, у меня сделана, просто уже столько подделок, и эти подделки, ну да, похожи, но это качество не то уже, а сейчас я хочу делать полностью не похожую ни на что коллекцию, которая будет вот конкретно вот моим видением. Нам понравится, я куплю, спасибо, но мне главное, чтобы вы купили, и вам действительно понравилось, не просто купили, чтобы купить, а купили, а, так вот я как раз-таки не договорила, я бы очень хотела изменить имидж вот этой девочки российской, да, потому что у нас столько красивых женщин, ну столько красивых женщин, и видишь, в метро заходишь и думаешь, боже мой, ну зачем эти зеленые штаны, куда они, за эти красные штаны, зачем они, да, видно, что девчонка, ну как бы, с простыми вещами, и не умеет подбирать базовый гардероб, вот, поэтому я очень хочу, чтобы у нас был классный базовый гардероб, я вас тоже люблю, вот так люблю, а где будет, где будет, я скажу, мы сейчас вот как раз-таки с Айзель разговариваем, чтобы на ее платформе тоже можно было разместиться у нее, айзель.ру, это сайт, самый большой сайт брендовой одежды в России, и они продают от Gucci, от Dolce до, сейчас там по-моему, Маже я видела, ну вот такие вот бренды, вот, я бы очень хотела, чтобы моя линия, по крайней мере для России, чтобы она была доступна, вот, цены, нет, сейчас вот цены, цены вот на эту, Victoria Bonnet джинс, они будут доступны, они будут чуть дороже, чем вот эти вот Tom Farr вещи, да, с Tom Farr, чуть дороже, но ненамного, вот, поэтому мы, может быть, даже сделаем такой челлендж, мы, может быть, даже поедем, найдем какую-нибудь девочку, кстати, такая идея прикольная пришла мне сейчас, найти какую-нибудь девочку с базовым гардеробом, обычную, которая обычного размера, скажем, ну вот, не оверсайз, не супер плюс там и так далее, допустим, small, экстра small, прийти в ее дом, квартиру, взять все вещи, так вот, выкинуть их, но мы ей не скажем, что мы их выкинем, мы их заберем, а ей заменить все эти вещи моими вещами базового гардероба, представляете, как прикольно будет, то есть получается, что всегда будет что одеть, я помню, когда у меня было мало денег, и когда они начали появляться, я думаю, ну а что купить, вот вещей нет, открываю шкаф, да, ну вещей нет, там три вещи висит, три вещей нет, а что купить не знаешь, и ты не знаешь, вот просто тупо не знаешь, правильно, и идешь в магазин, вроде деньги есть, а что надо, не понимаешь, потому что тогда не было выстроено в голове еще, вот этого плана, что должна быть базовая одежда, а уже к этой базе, вот так вот, потихонечку уже мы набавляем, прибавляем что-то, и каждый раз, каждый сезон может позволить купить что-то новое, вас взять, я даже не знаю, мне бы было прикольно, знаете как, вот допустим, какая-нибудь подружка сдала бы свою подружку, по-настоящему, мы приезжаем к ней, она не знает, что происходит, мы стучим, я такая, здравствуйте, это Виктория Боня, вы меня знаете, ой да, я вас знаю, конечно, здрасте, я вас очень люблю, в основном так говорят, хорошо, я приехала к вам с миссией, значит, у меня вот здесь в чемодане, 15 единиц вещей, я бы хотела свои 15 единиц, заменить на ваши 15 единиц, вы отдаете свои, а я, она такая, ой у меня всего 5 единиц, ой ну отлично, давайте нам 5, мы вам 15 замен, полностью забираем у нее ее, и одеваем ее в мое, да, прикольно, кстати, я придумала, видите, на ходу, потому что есть перестала, приезжай ко мне, возьмите мою подружайку, классно, видишь, надо будет, ну пока еще, пока еще не, это по весне, по весне, сейчас весна наступит, подождите, да, бывает, приходишь в магазин, такое часто бывает, почему и возникла идея делать свою одежду, именно потому, что приходишь в магазин, и не знаешь, что взять, или иногда, допустим, думаешь, 2 минуты до окончания эфира, думаешь, а, даже на цены не смотришь, ты готов потратить, пришел, у тебя есть определенная сумма, которую ты хочешь потратить на вещи, а вообще ничего не купишь, угу, 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 кто-то написал, нужна удобная магазина, и нужен классный, удобный костюм для спорта, и спорт делаем, не то, что классный, а секс, не знаю, покажу меня, конечно, может быть, сейчас, может, не стоит показать, ладно, не буду, или показать, не буду, ладно, я не могу дождаться, когда я вам покажу все, я не могу дождаться, правда, ладно, не буду пока, ну что, мои любимые, осталась минута, я с вами проболтала час, офигеть, время пол четвертого, в 6.30 я сегодня иду на растяжку, в 4.30 ребенка надо собирать со школы, вот, я вас люблю, спасибо, что были со мной целый час, нифига себе, извините за мое вот такое вот растрюпанное состояние, вот, я вас люблю очень, вы мне поднимаете настроение, ой, люблю вас, не буду пока показывать, я сейчас покажу, ладно, на этой позитивной ноте, мы с вами расстаемся, я вас очень люблю, мои любимые зайчики, или как там было, котики по прыгу, я вам покажу,